Итак, мы видим перед собой рабочий стол. На нем есть несколько важных элементов. Например, в правом верхнем углу меню системных настроек, а также кнопка выключения, нажав на которую можно выбрать либо перезагрузку, либо выключение, либо отказаться от этого выбора. Кроме того, в верхнем правом углу виден текущий язык и разные полезные информации, например, время. Слева панель быстрого запуска. На ней находятся иконки наиболее часто запускаемых программ, и нажав на них можно их вызвать. Кроме того, здесь находится аналог меню пуск Windows, кнопка быстрого запуска. Она позволяет искать по файлам и приложениям, уставленных на компьютере. Например, можно найти приложение Firefox и запустить. Firefox — это браузер по умолчанию, установленный в этой версии Linux. Мы видим, что это обычный браузер. Здесь можно искать, заходить на сайты, скачивать файлы и так далее. В левом верхнем углу этой программы, как и любой другой, есть три условных обозначения — закрыть, свернуть и развернуть. Когда мы сворачиваем программу, то она остается на панели быстрого запуска, мы видим маленький треугольничек слева. Нажав на нее, мы обратно вернемся. Когда мы разворачиваем программу, она разворачивается на весь экран, и эти значки исчезают. Но если мы наведем мышку в самый угол, то мы увидим эти значки снова. Правда, они там принимают несколько другой вид. Кроме браузера, давайте попробуем просматрщик файлов. Он похож на просматрщик Windows или macOS. Тут можно свободно переходить по папкам. Создавать новые. Создавать в них файлы. Например, тест тексты. Также копировать и удалять их. Например, скопированный рабочий стол. Здесь мы видим основные места, куда можно прийти. Например, домашняя папка, документы, скачивание и так далее. Корзина. Давайте теперь попробуем отредактировать файлы. В Linux по умолчанию установлен простой просмотрщик редактора файлов, который называется G-Edit. Он очень напоминает блокнот. Здесь можно писать текст. Можно писать, естественно, и по-русски. Для переключения обычно используется Ctrl-Alt. Но это все можно настроить, выбрав. Меню Keyboard Settings. И в настройках выбрав наиболее подходящее вам сочетание клавиш. Например, Alt-Shift, Alt-Space и так далее. Файл можно сохранить. Кроме этого простого редактора, можно также запустить более мощный, который поддерживает различные шрифты, выделения, картинки и так далее. Это аналог Microsoft Office Word. На Linux он называется LibreOffice или OpenOffice. У него есть приложение как для редактирования документов, так и для таблиц и презентаций. Например, набранное слово я могу указать другим шрифтом, выдать жирном и сохранить этот файл. Формат по умолчанию отличается от формата .doc, называется .odd. Это значит OpenDocumentText. Для таблицы это будет .ods, что значит OpenDocumentSpreadsheet и так далее. Однако можно сохранить и в форматах, совместимых с Windows. Например, формат .dos.x или формат .doc. Сохраню в формате по умолчанию. Теперь у меня есть документ, созданный в этом редакторе. Продолжение следует . Продолжение следует .